И мне нужно справляться с четырьмя языками. Я родился и вырос в Германии, мой родной язык немецкий. Я говорю на английском. Я пытаюсь делать это хорошо. У нас Новый Завет, самый старый оригинал, который сохранился, это греческий. И у нас есть язык Танаха, это иврит. И со всем этим справиться за десять минут практически невозможно. Но это очень важно, что то, что мы пели сейчас, Иешуа. Мы все знаем, что Иешуа — это наш Спаситель. Но есть вопрос. Кто Он? Кто Он? Кого мы называем на немецком? На английском — «Jesus». На французском — «Jesus». Его имя переведено на все языки и звучит по-разному. Но мы знаем, что Он родился еврейским ребенком в еврейской семье. И имя Ему дали не Его земные родители, а Сам Господь Бог, Его Отец. Потому что Его имя непростое, оно имеет в себе полное значение. Бог спасает. Бог спасает. Мы все читали Евангелие. И все Госпелы начинают с, в английском языке, «Jesus Christ». На английском языке нам написано, что это Евангелие и Иешуа Мессия. Есть дополнение к имени Иешуа. И это дополнение — это Мессия, помазанник. Yes, you say Messiah, but in Greek it's «Christos». На греческом «Христос». Привели также на все остальные языки. Как еврейский ребенок может получить греческое имя? И это вопрос, который проходит через все переводы Нового Завета. И я хочу задать вопрос именно евритоговорящим, тех, у кого еврит — это первый родной язык. Маха-шмаут шел Машиах. Маха-шмаут шел Машиах. Какое значение слово «Машиах»? Okay. The anointed ones. Помазанным елеем. Все правильно. This is a right answer. Это правильный ответ. But there are only few persons in the scriptures that are called Mashiach. Но некоторые люди, не только он, некоторые люди есть в Писании, которых называли помазанниками. Who was called Mashiach? Кого называли помазанниками? Некоторых царей. Шаул. Шаул. The first king of Israel. Первый царь Израиля, Шауль. И в отношении Израиля, только четверо были названы помазанниками. Это царь Шаул. Давид. Кинг Шломо. Соломон. И Иешуа. И что объединяет этих четырех личностей? Они правили над Израилем. Они правили, если быть точнее, над домом Иакоба. Это значит не только над царством иудейским, а над всеми двенадцати коленами. После того, как все цари после Соломона, царство разделилось на иудейское и израильское, и их не называли больше помазанниками других царей. Они не были помазанниками. Я хочу открыть родословную Иешуа. Мы читаем в Иоанна 18. И это очень интересно. Восемнадцатая глава. О царстве Иешуа. И Пилат подошел к Иешуа и сказал ему, ты ли царь иудейский? И тогда он ответил. Он не дает ему ответ, он дает ему вопрос. Ты говоришь для себя об этом? И его ответ, он отвечает вопросом на вопрос. И он говорит, ты сам говоришь или кто-то сказал тебе? Он сказал, ты сам от себя говоришь или другие сказали тебе обо мне? И это очень важный вопрос. Знаем ли мы сами, то есть получили мы откровения на личном уровне или другие рассказали нам о Иешуа Мессии? Когда вы ищете в Гугле и Википедии значение слова помазанник, Машиах, то очень сложно найти настоящий ответ. Потому что они никогда не, там невозможно найти нормальный ответ. Они говорят очень обтекаемо и никогда не дают нормального ответа, кто есть в Машиах. Они говорят о том, что это второе имя Иешуа. Это Спаситель. Это Великий Искупитель. Но выражение Царь Израиля никогда там не появляется. Израиль как будто табу для того, чтобы вообще было написано в связи с Машиахом. И Царь Израиля не пишут в отношении Мессии. На это наложен запрет, и это спрятано от истинного понимания, кто есть Мишуа и к чему он призван. Мы знаем из Евангелия от Иоанна, И что он написал Евангелие только для одной причины. Знаете, какая причина? Чтобы показать, что Иешуа это Мессия. Он там написано, я бы мог рассказать вам еще много чудес и знамений, которые он делал и показал. Но только для одной причины я написал это Евангелие, для того, чтобы вы знали, что Иешуа есть Машиах. Сын Божий. И те, которые поверят тебе, во имя его будут иметь жизнь. Но лучший перевод, это те, которые поверят, будут провозглашать, что он есть Царь Израиля. Есть одна тема в христианских церквях, я не знаю, как насчет этого в мессианских собраниях. Никогда про это не проповедовалось. Это определение, почему Отец послал своего сына. Когда Отец говорит, открывает, почему он послал своего сына, то это и есть откровение об истине. И об этом мы читаем в первой главе Евангелия от Луки. Написано, что Бог послал своего ангела Гавриила к Деве Марии. И каждый католик молится такой молитвой. То, что ангел сказал Марии, то католики эти слова превратили в молитву. Но это послание не проповедуется в христианском мире. Почему Отец послал Яшуа? Написано, что я дам ему престол Давида. И он будет царствовать над домом Иакова вовеки. И вы можете представить, почему именно эта часть не упоминается. Только потому, что там упоминается дом Иакова. И трон Давида. И есть непонимание в теологическом мышлении правления Мессии. Что правление Мессии не будет на земле, будет на небесах или где-то в другом месте. И это истекает из другого непонимания. Это изменение значения слов с древних времен в современном мире. Например, слово улам, мир. Мы говорим, что улам — это мир. Но в Писании, когда мы читаем, в понимании Танаха, это никогда не обозначает мир. Это имеется в виду большой период времени. И поэтому, когда Пилат спрашивает Ешуа, где твое царство, Ешуа отвечает, что мое царство не в этом мире. И все думают, что он говорит не про эту землю. Он просто говорит, что это не в этот период времени. Оно придет. Он не сказал, но он имел в виду, когда он сказал «не в этом мире». Когда он говорил «не в этом мире», он имеет в виду «не в этом периоде временно». Если бы оно было сейчас, Я бы послал своих ангелов, и я бы сейчас не находился в таком месте. И поэтому нам нужно вернуться к основному вопросу. Откуда ты знаешь обо мне? Кто тебе сказал, кто я? Знаешь ли ты это, потому что получил откровение личное? Знаешь ли ты, потому что ты услышал мое слово? Ты меня спросил? Или кто-то тебе рассказал про меня? При проповеднике, раввины. Это важно, и это будет важным всегда для меня. И для всех, кто хочет узнать Яшуа. И я хочу завершить цитатой из Первого Послания Коринфянам. Первая Коринфянам, 15 глава. С двадцатого по двадцать девятый стих. О, let me shorten it. С двадцатого по двадцать пятый. Павел объясняет большой план Отца. И он напоминает Коринфянам про этот план. Он говорит, 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 И даст царство Богу и отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царство, и докорень изложит всех врагов под ноги свои. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok